Машина крутится туго. Что может быть? Чтобы найти неисправность нам нужно разобрать пластиковый корпус машины. Возможно на нити притягиватель намотались нитки. Если это так, то их нужно будет удалить. Открутим боковую крышку сначала и откручиваем вот этот винт. Так, сняли крышку. Здесь у нас, вы видите, находятся тарелочки. Компенсационная пружина, видите? Так, ну и далее откручиваем вот этот винт. Он соединяет у нас, держит заднюю с передней крышкой, соединяет. Так, и далее откручиваем вот эти винты с задней стороны наши. Вытаскиваю нитки. Нитку, смотрите. Такое бывает часто, если произошел обрыв нити и машину вовремя не остановить. Нитка наматывается на нити притягиватель и ход машины затрудняется. Машина крутится туго. В общем, внимательно это все нужно удалить. Еще кусок. Вот. Так, ну вроде все. Так, ну должен сказать, что здесь внутри полный сухарь. Смазки практически нигде не видать. Вот на копире есть типа литола, смазка и все. Так, ну вот, чтобы было нам удобно, нам нужно соединить вот эту переднюю крышку. Вот здесь вот есть у нас разъем. Я беру вот так вот раз и вытащил его. Теперь нам более удобно будет машину смазать. Так, ну и смотрим, крутим шкив, смотрим где у нас вращается. Там и смазываем. Вот здесь вот есть остатки смазки. Ну, можно эту смазку и использовать. Вот она здесь ее выдавила и мы ее возьмем вот так вот и вот сюда вот вложим в наши зубчики. Можно, конечно, взять литол 24. Можно взять силиконовую смазку. Ну и вот так вот сюда в паз положу. Здесь, в принципе, смазка есть. Все это пластик. Вот видите, сюда вот повылазила даже смазка. Можно ее вовнутрь вот так вот запустить. Здесь густой смазки достаточно. Так, ну и смажем наши движущиеся детали. Значит, вот сюда во втулку капнем, капаем и прокручиваем. Нужно вот так вот поставить, перевернуть немного и вот сюда капнуть на втулку и чтобы у нас масло немножко прошло туда. Вот так вот наклонить, чтобы оно прошло во втулку туда. Вот так вот. Так, ну и вот сюда вот капнем совсем по чуть-чуть. Вот здесь вот у металлические вот кривошип здесь. Много заливать не старайтесь, потому что, хоть и говорят, кашем маслу не испортишь, но лишнее будет разлетаться. Оно нигде не нужно. Вот сюда наигловодитель сверху, снизу и вот тут вот сверху и снизу. Так, и опять же все прокручиваем. Ну и конечно же нам нужно капнуть в челнок. Это само собой разумеется. Челночок нужно смазывать почаще. На шестерне вот здесь вот мусор. Здесь все смазано у нас. Так, здесь нормально. Так, вот здесь вот можно капельку капнуть. И смотрим вот здесь вот. Тоже капельку капнем. Здесь вот на соединении. Так, ну в принципе здесь все. Значит крутите шкив и вот здесь вот у нас есть на вот этом сухарике здесь есть винт под шестигранничек. Значит, это у нас вот так вот поднять в верхнее положение. Вот здесь вот залезть можно тоненьким ключиком. Это у нас регулируется игловодитель. Ну и вот эта вот часть, вот это два винта. Это у нас здесь регулируется выше-ниже подъем зубьев. Вот этот сухарик. Откручиваете и регулируете. Чуть-чуть его поднять. Вот откручиваете передний винт. И можно его чуть-чуть приподнять, чуть-чуть опустить. Вот эту часть нужно собрать. Литовую. Вот я смажу вот сюда. Вот я. Так вот. Так, теперь будем собирать наш корпус. Берем наш разъем и ставим сюда на место. Когда будете снимать, не забудьте, какой стороной вы его снимали. Вставляете и он там защелкнулся.